Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о времени, о его быстротечности, почитаем стихи на английском и на русском языках. С вами Протеерей Кирилл Иванов на канале с попом обо всем и мысли на каждый день. Сегодняшнее апостольское чтение – это 229-е зачало из послания к Ефесиным. Зачитаем маленький отрывочек. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Мы с вами знаем, что время быстротечно. И, наверное, те, кто постарше, те, кому за 40, за 50, уже во всей полноте ощутили вот эту быстротечность времени. Есть такая поговорка. Самое важное время для нас – это сейчас. Самый важный человек в нашей жизни – это тот, с кем мы общаемся сейчас, в данный момент. И самое важное дело в нашей жизни – то, которое мы делаем именно сейчас. Действительно, мы с вами не владеем ни будущим, мы даже не знаем, что нас ждет. Мы не владеем прошлым, потому что оно уже прошло. Мы владеем только настоящим. И вот именно настоящим мы должны воспользоваться правильно. Хотелось бы зачитать маленький отрывочек из Иосифа Исихаста, который как раз об этом говорит. «Мое время ограничено, и мне придется допустить небольшое упущение потерять ради того, чтобы поговорить ночью один или два часа». Мы с вами знаем, что ночью Иосиф Исихаст творил молитвы. Он считал, что монах отличается от всех остальных тем, что он ночи посвящает молитве. Когда мир спит, монах за весь этот мир молится. И вот он, зная, наверное, что его беседы, его духовные беседы, не болтовня какая-то праздная, а именно духовные беседы, могут принести огромную пользу слушающим, он все равно считал это упущением. Потому что он знал, что оторваться от молитвы, пусть даже и для духовной беседы – это потеря, это упущение. Конечно, мы должны уделять внимание, быть любвеобильными по отношению к нашим ближним, не огорчать их, нежеланием с ним говорить. Но такая молитва, как Иосифа Исихаста, наверное, она еще больше могла бы помочь ближним, чем его беседы. Поэтому мне хотелось бы всем нам с вами, дорогие друзья, пожелать, чтобы мы с вами ценили наше время и помнили, что если мы оставляем молитву, особенно ради каких-то суетных вещей, мы всегда теряем. Ну и хотелось бы еще пожелать вам сделать пожелание словами Вильяма Блейка, сначала на английском, а потом на русском языке. И по-русски. Желаю вам всем, желаю нам всем в одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Храни вас всех, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok